Встреча с Белоруссией. Ежегодное мероприятие проводится. Один год в нашей России, следующий год, допустим, мы передаем, что мы любим Белоруссии. Вот в этом году мы принимаем белорусскую службу. По правилам, как мы делаем сотрудничество, мы проводим как мероприятие, и для нас, на полной кинсельской политики. Я так понял, что представляет Белорусский служб замминистра Владимир Владимирович со своей делегацией. Меня вы знаете и не буду представлять из-за экономии времени. Ну, согласно тем договоренностям, которые у нас присутствовали, мы решили провести городец в этом направлении, поскольку показать хозяйство, которое с нуля начало подниматься, купил земли, создал там, мы все это дело видели. Просто замечательный проект, и много раз мы принимали белорусскую сторону, и мы показывали на примере Кословского района работу сельхозпредприятий, связанную с программным управлением, связанную с программным, будем говорить, деловым отношением. Вот там белорусы увидели, как идет оплата сельхозпредприятий. За счет чего он? Причем не государственных денег, а частных денег. И этот пример, 26 человек из Беларуси приезжали из учения у нас. В данном случае, вот Аксенсис тоже является определенным примером, поскольку у него многогранное производство, не у каждого есть растеневодство и животноводство, а подразделяя все эти направления. Ну, а сейчас мы, Сергей Александрович, сделаем водную, с вашего позволения. Значит, Сергей Александрович, давай коротко только. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Алексей Иванович, коллеги. Заместитель министра, на всякий случай. Наше взаимодействие межрегиональное осуществляется в соответствии с планом мероприятий на текущий год по исполнению программы сотрудничества. И ведется оно по основным направлениям. Это взаимодействие в сфере технической политики, в сфере растеневодства, в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, в сфере сотрудничества между аграрными вузами. В соответствии с планом мероприятий. По пункту 4.1. В 2017 году сельхозтоваропроизводители области приобрели 90 тракторов, 10 зерноуборщиков, 5 корнеуборщных комбайнов, а также другой техники белорусского производства на сумму около 250 миллионов рублей. В том числе по областной программе размещения части затрат на приобретение комбайна закуплено 8 единиц техники. По пункту 4.2. В традиционном Ксовском районе прошла сельскохозяйственная выставка Агрофест. В 2017 году на выставке была представлена расширенная экспозиция белорусской техники, в том числе производством ТЗ, Гомсельмаш, Амкадор и других производителей. По пункту 4.3. Энерационный инженерный медицентр Сангасхра использует технику производства Гомсельмаш для обучения студентов, работников сельскохозяйственной Нижегородской области и других регионов Российской Федерации. На работе на белорусской технике, ее службе, ремонту и сервисового сопровождения. На данный момент в площадке центра находятся зерноуборочные и кровоуборочные комбайны. По пункту 4.4. Взаимодействие в сфере растеневодства. Нижегородский сельскохозяйственник продолжает тесно взаимодействие с рукно-научно-практический центр на Беларуси, по земледелям, картофелеводству, плодрущеводству. В 2017 году я буду сокращать. Поставлялись семена различных сортов в районы Спасский, Лысковский. Акцентис является официальным представителем групп НПЦ на Ангеларуси по картофелеводству и плодрущеводству, и агентом по заключению лицензионных договоров. Заключены лицензионные договоры с патент-обладателями МИР, Пьященко и компания СПК имени Куйбышева на самый широкий спектр сортов. Для размножения и реализации сельхозпроизводительной области закуплены 326 тонн оригинальных элитных семян. В ООО «Акцентис» работает лаборатория по производству мини-клубней на базе установок фототрона. Заведено 40 тонн суперэлиты, которых «Любриз» и «Любриз» и «Любриз» и «Белорусская». Взаимодействие в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности по пункту 4.5. Из Нижегородской области Республики Беларусь в 2017 году предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности осуществлялась обгрузка маргаринной продукции, манезы, соусов, кетчупов, пищевых поверхностных активных веществ, семечек, маловарной продукции, продуктов молочных, загущенных, фруктурных, ягодных, наполнительных, макаронных изделий и другой продукции, всего на сумму 554 миллиона рублей или 110-20% в соответствующем периоде прошлого года. Из Республики Беларусь учреждены поставки сырья на общую сумму 207,9 миллионов рублей, в том числе мясо, говядина, солод, морковь, капуста, огурец, лук и другие. Взаимодействие в сфере развития сотрудничества между аграрными вузами. Пункт 4.6. Делегация Нижегородской государственной сельхозакадемии, составив делегации правительства Нижегородской области, принял участие в 15-м заседании Совета Завода Сотрудничества в Минске. В ходе посещения Белорусского государственного аграрного технического университета достигнуты договоренности по изучению возможностей двустороннего обучения студентов, обучастии в научных конференциях, включении в научных статей преподавателя НГСТА, в сборник, согласован план проведения совместных онлайн мероприятий и так далее. Все перечисленные мероприятия они осуществлялись в соответствии с планом мероприятия по исполнению программы развития сотрудничества, которая является необъемлемой частью этой программы. Все мероприятия, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Алексей Иванович, выполнены в полном объеме. Все, спасибо, Сергей Иванович. Коротко, вот я подытожил, что важно для нас в белорусских отношениях, поскольку они у нас имеют долгосрочную программу. Важно очень такие цифры запомнить. Посмотрите, 54% тракторов это «Белорус». Трактор «Белорус», мы его, без него пока не можем в производстве. Причем мы наблюдаем рост покупки за прошедший период времени. Он для нас остается брендовым трактором, надежным. И у нас трактористы подготовлены на него. Но вместе с тем, значит, обновление машин тракторного парка идет, людей становится меньше. Есть конкуренция. Я вам должен сказать. И если бы трактор чуть стоил дороже, мы были бы проблеми. Конкуренция в чем? 150-й трактор, который мы брали с Харькова, его сейчас нет практически, поэтому, значит, Питер нам сейчас сделал трактор, «Кирюша» называется, 240-сильный. Очень нужный для нас трактор в производстве, особенно с агрегатами, которые широкозахватного плана имеют. Вот это очень важно, чтобы вы знали. Поэтому конкуренция будет серьезной, но на ближайшие 5 лет трактор «Беларусь» останется на рынке, и он способен. Я вижу, что на 2018 год мы заложили программу. Кстати говоря, то, что поддержка у нас есть, где-то 80 тракторов мы будем покупать в МТЗ. В чем программа получается? Это и фонд поддержки АПК, это и возмещение от 10 до 20 процентов. Новая программа с 1 января она будет работать. Сейчас там детали только уточняются. Я уж не говорю о федеральном программе, что подходит. Вот за это надо биться. Далее, очень важно, это работа, связанная с импортозамещением. К сожалению, мы должны констатировать факт, что хотим-не хотим, значит, не отойдешь от этого. Поэтому, особенно семенной материал картофеля, а мы в России, особенно в Приволжском округе, мы занимаем третий месяц по площадям, по Володке. Серьезная такая проблема у нас. Она у нас, мы не скрываем, очень рентабельная. Поэтому хотелось бы, конечно, то, что мы имеем отношение по сортовой группе, вот это сохранять, приумножать, но уже на научной основе, значит, проводить работу, связанную как с сорт сменой, так и с сорт обновлением. Для нас вот это важно. Из гримской технологии, она когда-то украденная была голландцами у наших дедов, у Белоруссии и в России, фактически мы это дело делали, они ее только совершенствовали. Но они сорта подобрали такие, у которых клубин где-то наверху становится, укрот, наоборот, там все зависит от спроса у них еще от переработки. По науке вот здесь вот можно найти себя как стороны Белоруссии, так и нам. Я бы что с российской стороны предложил? Вот сейчас не новое, а забытое старое, льноводство. Площади у нас увеличиваются. Мы в России занимаем 5 место пленоводства, значит, по площадям. Поэтому нам очень важно, чтобы была самоходная машина. Самоходная машина. Прицепные агрегаты мы выпускаем. В Ивановской области есть и заводики. А вот самоходных машин нет. Мы выходим с предложением на базе Антлея попробовать как бы сомневшую сборку сделать. Хотя бы отверточная технология. А может быть и дальше развиться. Если у вас, вот эта часть, она имеет продолжение, потому что вы сделали эту машину, я знаю. Но когда мы договаривались о том, что хотя бы одну машину продать, тогда у нас не срослось. Мы и сейчас этот вопрос ставим. Хотя бы купить один такой самоходный комбайн. Он нам нужен, потому что у нас площадь увеличивается. И самое главное, они увеличиваются не в том, что вот мы все рванули туда. Это север нашей области. Идет государственная серьезная поддержка. Очень серьезная. Поэтому там уже можно осеять даже и за 8-10 тысяч комбайн. И мы еще по лизингу и так далее можем эти вопросы по фонду решать. Вот это очень важно для нас. Посмотрите это направление. По зерновым культурам возобновляют спиртовые заводы. Сейчас будет установлен лицензия добивается по чугунам. Нам очень важно, у нас прошло растет рост. Не секрет, что мы работаем с белорусами по третикали. И вот в этой части выход спирта с третикали, я бы скажу вам, у нас он. Такой стоит за пшеницей фактически. За пшеницей. Ну, знаете о том, что кукуруза в первом месте заминается, не говоря, картофелью и рис там. Ну, риса нет у нас. Поэтому вот эта часть очень тоже важна для нас, для развития, для того, чтобы мы могли закрыть эту тему и чтобы наше сельхозпредприятие цель какая стоит? Зарабатывали, чтобы наше предприятие. Вот в этом цель стоит. Причем внутри нашей России. Ну и по генетике животноводства я бы здесь очень важную деталь отметил. что мы неплохо в России занимаем, если вот я вам скажу, что племенное направление мы там имеем за 20%, а в России 12% в целом. То есть это высокое место, это, будем говорить, имение хороших быков, у нас сохранили свое племообъединение, развиваем его, эльвер уже применяем. И вот здесь, мне кажется, у нас есть тоже точки соприкосновения с белорусами. Почему? Потому что, ну я для примера скажу, что на той у нас уже сегодня 5-600 по нашей Нижегородской области, у вас, если я не ошибаюсь, где-то вот 5 подходят по-белорусски в целом. Ну я видел ваш скот, но мы не имеем отношения по животноводству, по скоту, никакого практически. А надо бы иметь с той или с другой стороны, вот мы вам предлагаем наше стадо, к какой-то степени, или обмениваться генетическим материалом, то есть семью, мы располагаем им на 15 примерно лет. То есть есть определенные работы на долголетие этого скота. В растеневодстве по другим направлениям, конечно, сейчас построен завод у нас уже в Воронеже по Смёпле. У нас есть завод с ароматом Смёпле, город Сергач. Он считается самым северным. Ну, в основном берем в Воронеже эти семена. Они очень хорошие тоже. Ну, в принципе-то и в Белоруссии многие берут, закупают. Есть проблема в семеноводстве, это связано все-таки с зональностью. Надо пройти определенную процедуру. Вот она не совсем решена еще. Вот здесь мы тоже будем обращаться о том, чтобы понастойчивее Белоруссия выходила на Россию, потому что у вас и нас вместе. Мы готовы здесь, мы как бы поучаствовать и так далее. Что касается другой техники, кроме того, что вы нам представляете, работали и работаем в Санкадором. Хотя это вроде дорожное направляющее, но там есть ряд агрегатов, которые применяются при закладке свиножа, свиножа, тоже интересные для нас. Мы это видим. Ну, я так полагаю, что ребята здесь с Гомсельмаша. Очень благодарны. В целом, я хотел сказать, мы отмечаем важный такой момент. Комбайн Полессия зерновой интересный. Мы до сих пор его ценим, то, что рекламации больших нет. И для наших средних хозяйств это то, что нам надо. Для урожая до 30-ти. Когда выше, там, конечно, более мощные. Хотя бы там уже начали выпускать другого поколения. И мы, конечно, потом переговорим, может быть, хотя бы парочку таких комбайнов забросить для СПК нам бы сюда. По Кадемии. А? По Кадемии. По Кадемии, да? Было бы отлично. Ну и, значит, другой прицепной инвентарь, он пока еще что в сплошной обработке, что в техническом направлении. Пользуется пока еще успехом. И надо сказать, что, вы же понимаете, все дорого и многие препятствия поставлены. Хотя там, на Западе, вот я был в Греции, по молочному направлению, кстати говоря, раз за год. Там они очень с удовольствием разговаривают. Но работа идет на межорегиональном уровне. Здесь белорусские присутствуют, я так понял, с района, да? Кто-то у вас? Да. Вот. На межорегиональном отношении. На правительственном уровне, когда с Министерством иностранных дел мы стали говорить, нельзя ли нам исключить, побаиваются. Но все представляет, вот мы были, все представляет. Я к чему это говорю сейчас? Разрабатываем и осуществляться будет проект. Первые продукции будем получать в феврале в Белорусском районе. Это развитие молочного тоже направления овец и коз связанных с сырами. Докладывали белорусам еще раз, что мы очень рады на прилавках наших магазинов, супермаркетов видеть продукцию сыров в Белоруссии. Почему? 20% мы только своим сыром закрываем. 20. должность процентов у нас привозного. Нет у нас больше заводов и нет, бизнес не идет в строительство таких заводов. Это связано понятно с конечным продуктом. Поэтому всегда рады видеть в этом направлении. Что не рады мы от белорусов видеть? Это сухое молоко. Сухое молоко. Дорогие друзья, мы его сами выпускаем. Значит, тот, кто с фальсификатом занимается, мы с ними сейчас борьбу объявляем очень серьезную. Поэтому оно нам здесь не нужно. Остальная продукция, будем говорить, молочного, кисломолочного направления, мы себя в основном закрываем. Ну, часть идет из Белоруссии, но и рынок, и ярмарка, и где только хотят Белоруссию присутствовать, организовывать продажу, у нас, в Межгородской области, я никогда не видел жалоб, что есть какие-то препятствия. Никаких препятствий. Народ, например, города Нижнего Новгорода на ярмарке приходит с удовольствием покупая белорусскую продукцию, потому что еще вы там разные продукции представляете, как правило, и это привлекает. если смотреть по товарообороту, то мы видим небольшой рост, то есть мы не понижаемся, а слава Богу, что даже в таких условиях мы держим друг друга в хороших таких приличных отношениях. И последнее. Неожиданно для нас пошло развитие плодово-ягодного направления, больше, конечно, юга России либо... Ну, нашлись у нас инвесторы, которые взяли и увидели, что они тоже могут себя здесь проявить. Главное в этом, чтобы хотелось, желание есть. У нас всего лишь 200 гектар садов, есть пример плодопитомник. Вот на основе этого идет развитие и где-то 176 гектар в этом году у нас тоже будет посажен садов. Здесь мы тоже мы бы нашли применение с белорусами по саженцам, особенно по безвирусной технологии. Это болезнь у садов, потому что зараженную с парасичей по Нилу она очень большая, но частота в Белоруссии выше, чем у нас на сегодняшний день. Вот это надо понимать. Поэтому здесь тоже у нас очень соприкосновения могут быть найдены. Наверное, с моей стороны все. Владимир Владимирович, я вас прошу выслышать. Хотел бы сказать побольше вас, что пригласили приехали у нас, правда, вылезшит у нас быстро. Я шучу. Два ночи обратно домой говорит, такое молоко еще завезет. Конечно, обмениваться нам нужно то, что мы встречаем регионы, вы приезжаете к нам, мы приезжаем по нам, что-то подчеркиваем, что-то полезно сегодня. Увидел для себя определенное направление для нашего развития биомехтехима, куда им нужно будет двигаться, потому что та база, которая была создана в Советском Союзе химии, не зря она была создана в 79-м году для помощи села, она все-таки должна существовать. как мы ушли весеннее галамитов изъярковали, то есть у нас сегодня те базы, которые были по поливиднике, которые обычайно галамитов оборудов, они уже по логике свое проработали, надо думать, как нам работать дальше по этому направлению, даже и здесь у вас у нас тоже эти проблемы связаться совместно с направлением работы. Основное, что мы правильно ведем, это все-таки сотрудничество области образования, обмен студентами, прохождение совместно практик, у вас в хозяйствах, у нас в хозяйствах, и это приближает больше и самих как лучше работать, если человека не знаешь, когда знаешь, еще студенчество, ну, конечно, это же продвигает продукцию, и все, конечно, продукция в последнее время на данном заводе, если она имеет качество, то она будет всегда пользоваться спросом, и будет идти на расклад, как вы говорите, что на рекламу мы не тратим рубля, но это минус, я скажу, это сегодня у нас в Беларуси есть большой недоработок, мы научились производить продукцию, мы не научились ее продавать, все-таки раскрутки рекламы, продажи, у нас этого нет, и мы ждем, что к нам кто-то приедет и кто-то возьмет, надо идти скучаться, надо давать свою продукцию, голову к рубля, это мы видим, правильно вы сказали с Иваном, что вроде бы у нас стабильный, но при этом он и в отношении всей России и в вашей области он сокращается, в связи с поставки молочных продуктов. поэтому возвращаясь к струбическому по образованию, если мы развивали и будем развивать, я думаю, это даст большие плоды нам в дальнейшем будущем, как мы будем работать. Та техника с именами, именное дело, конечно, мы видим и берем и вы так и мы стараемся взять лучше, чтобы иметь какой-то отнош. По семенам, по семенам хотелось бы сказать, что по землянным культурам да, у нас есть стель по земледелии, институту родина земледелия, которые работают именно в озерной инкультуре. В республике Беларусь сохранилась организация как белсеминар, они занимаются поставкой и основную политику в республике. Поэтому с институтом мы можем поработать и на районирование отдать те культуры, те сорта, которые будут поинтересованы передать, потому что наверное, как у нас есть в этом основном воздухе, как у вас на районирование состала снижения на данных территориях. Чтобы их высеять, может они хорошие есть, они должны пройти определенный процесс по районированию и быть утверждены применению на данных территориях. По сахарной и смиог, если нам, честно скажу, у нас нет. Есть несколько гибридов беларусской селекции. Тематического условия в Беларуси не позволяет выращивать данные семена, мы выращиваем сель. И проценты это показало не до 10% от всего потребляемых семян согласно на 100 тысяч лета. И поэтому здесь мы не поделимся с семенами, потому что сами большинство закупают. хозяйство видели спорт, видели корма, который есть. У нас есть два кукуруза производящих заводов. Мы в пределах 20-25 тысяч производим кукуруза первого калекса. В целом для республики потребность составляет эти 35 тысяч. практически не закрываем, но у нас есть прибыльы, которые мы не можем подвести. Мы в тысячу лет закупаем. Но не хочу там властиться или предлагать, что мы можем поставлять семена кукуруза. Но мы попробуем ради интереса. А вдруг пойдем. Конечно, качество данных семян, которых мы закупаем. Мы сегодня подошли немножко строже и из Краснодарского комфорта мы подскаждающий, чтобы я думаю у нас проблема такая есть, чтобы нарыс проходили нормальные семена, кажется, не семена, а не контрапарты. Потому что в прошлом году 80% в Вечесской области было засеяно угрозой именно не соответствующей к тому гидриду, который затеял в проход контроле и показатели все показали, но это 80% лошадей мы не получили того угроза, который мы не были сегодня по производству молока эти 181 у нас минусуют. Ну, вроде бы, казалось, купили семена дешевле, обраговались, поставили дешевле, а на самом деле, казалось, сегодня проверали гидридность 80%, то есть весеной. По временному делу, да, здесь нам нужно поработать, меняться, посмотреть мы наши институты жилководства, жилководства, посмотрели задачи жилого государства стоят в пользу, рек, у нас отрекать, зна, нет, чтобы местную породу запустить, получается, получать, выполнять, получать, выполнять. Выполнять мы поручения, у нас, если глава государства сказал, то выполняем без обсуждений, поэтому, скорее всего, мы обратимся и будем работать, если есть, можно поставить новый, соответственно, чтобы наши ветеринары посмотрели из этого, как и наши, так и с вашей стороны, все требования ветеринарной службы, карантин, проверка, чтобы это все по технике, особенно полевой, льной, которой вы застряли внимание, он селеваш у нас работал комбайном, такой комбайн тоже, но мы закупили некоторые образцы детокера, некоторые образцы сделали совместное производство, но это не комбайн, которые были уже оборачивали, то есть пришли в технике в мире, не в самоконье, не в самоконье, самоконье нас серебилки, они хорошие серебилки, они даже поднимают полевший льд, замечательно работают, оборачиватели, оборачиватели тоже замечательно работают, а вот по комбайну есть в самом деле проблемный «Может это иметь самоконье, комбайн, может даже подключиться к союзным программ, союзным государством, и есть программа союзным, в этом программе включить производство техники, Посмотреть. И так как в России, я смотрю, в последний год больше укор делали на все области, которые занимаются, мы обращаемся к нам, и по семенам, и по технике. Но хотелось бы, чтобы в бипупе обработки у нас были установлены какие-то единые стандарты, какие обработки перед у нас в России, чтобы мы в города были. Потому что те советские обработки, которые были у нас в Советском Союзе, у нас потерпели изменения в сторону ужесточения, и получается, что номер на волокна у вас, он на два номера выше примерно, чем у нас гасят, когда у вас не надо. Чтобы единые были требования, я прихожу к тому, когда начал разбираться с семенами кукурузы, что если у вас гибридность по росту не ниже 92% должно быть, у нас 85%. Получается, что не продали в России, нужно продавать в Беларуси. Но чтобы этого не было, не надо были семенами, нам надо подправить кризису, потому что мы работаем в Советском Союзе, потому что я не работаю с этой программой. По травмоуборочной технике, по тракторам МТЗ, я думаю, 5 лет нам отмерили, я думаю, все-таки потребитель найдется, да, вы такие деревья покупаете. Нет, на этой неделе, но пятилетка, она еще будет стабильно держаться, а дальше будут вопросы. Это не говорит о том, что не будут пройти. Я хочу сказать, что Витебская область у нас закупила практически, ну, если не на все хозяйства, но большинство, как терактироватся. Земли тоже тяжелые. Мощный проект. Да, 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 он идет нормально сегодня с поселениями, с поселками, с поселками, с поселками, поэтому я думаю, то, что нужно будет хозяйством закупать, российское будет закупать, российское будет закупать, в Беларуси есть, потому что то, что и у вас, если это может трактор, то и какой-то 80-х труда на 82-е, наверное, самая фотография. Да, да, кажется, кажется, что, например, он нужен, нужен, и, наверное, он не будет, и нужен, и нужен. Самый простой, я вот привозил, например, по молоку, с кем-то заваром, был в Молдарии, с президентом встречались. Деньер, он, по-моему, имеет силу больше под президентом, он говорит, как мы только услышали, что Россия предъявляет мяковско-белорусской продукции с молочной продукцией, претензии, он сразу дал поручение проверить. Ну, если бы ничего не нашли, то, что вы, наверное, более умные, вы больше находите, я хочу, не обижайтесь, от спорта. Но, я думаю, если бы так было что, они бы сразу нас остановили бы в этом направлении, что что-то есть. На 50% сухого молока белорусу завезли в прошедший год больше, чем в 16-м году. Нет, мы говорим, это же через Белоруссию прошло. Ясно, под этим видом кто-то фокал. Он под вашей маркой просто действует. Сейчас, одну секундочку, договори. Ну, практически можно. Ну, давайте на вопросы. Деньда Сырченко, пожалуйста. Деньда Сырченко, пожалуйста. Деньда Сырченко, пожалуйста. Вот, я вам привожу свой пример. Докторам мы будем. Валерий Казовский Докторам. Мне сколько нам надо поставить? Месяц. Платили деньги через месяц. Видите, конкретно месяц мы платили деньги и можем получить. Говорят, что Белоруссия не отпускает в России. Это так или нет? Нет, я думаю, это не так. Давайте, вот эти соприкосновения. Мы с вами в свое время в систему ИИД уходили в Белоруссию. Была союзная система ИИД. Давайте начнем это возобновлять на примере Милитаро в Среди области и Белоруссии. Я думаю, что надо встречаться председателем, а не президентом. Президент. Толку больше нет. Дело в том, что мы не закрыты. Сегодня Институт земледелия Жодина работает со всеми заинтересованными. Никакого отказа кому-то не сказал. И самое главное, что с руководством Белоруссии не было ему такое закрыто, что ты не работай там. Не могу ли у вас гардошку купить на природу из Белоруссии? Но вот есть, есть же... Я знаю, есть. Я знаю одно здоровое человека. Но это все, знаете, скушается. Мы тоже берем пособу зерну и по карточке. Давно-давно. Плен-давно. Почерпу пёстрые морозы. Но надо дружить как-то. Вы знаете, не вижу, не вижу проблем. Если Институт как Кобелеводство заключил конкретное соглашение с хозяйством и развивается здесь, реализация идёт. У вас ещё есть, о чём я говорил, у Сульхан судит менее полсемена. Примерно, если оригинальные семена идут через предприятия, я извиняюсь, как космос, то элиту, супер-элиту вы можете покупать через этого семена, супер-супер-элиту. Три года назад, ну поездки. Но она не закрывается. Нас оставили границы и сказали, давай-то нам раду, чтобы садись в сфере. А назад мы едем вывезли. А кто вы сказали? Кто-кто. Нету спарс-суперсового у нас маркер? Ну, я имею ввиду фитернадзора и так далее. Нету, нету у нас не фитернадзора, а нету. И по корпорации, по корпорации, по корпорации. Антон молодец, но задайте все-таки вот эти боксы, чтобы они как в России, как в Беларуси были одинаковые. Вот я про это и говорил. Я про это говорил, чтобы у нас были единые Руси. А если не будет единой системы элиты, не будет у нас в Беларуси? Больше, я скажу, сейчас мы подписываем, и в Беларуси мы уже артифицировали соглашение о передвижении семян с КПС-комнателью, у нас уже направлено к президенту на подпись. Соответственно, пять стран, которые подписали, пять странами, оно начнет работать. Там предусмотрено именно, о чем мы с вами говорили, все это предусмотрено. В рамках российской экономической процедуры будут созданы воски, по каждой культуре, которая используется. И тематик, как бы, само собой. Но то, что если нужны какие-то семинары, и не получается, и фитосанитары, ну, фитосанитары смотрят раздинные объекты, они не смотрят на должность, на должность, на должность. Главное, чтобы не было, если там есть карантинные объекты, которые в Беларуси, может, они не являются карантинными, но для России они являются карантинными, конечно, данную продукцию не пропустят, потому что мы несем ответственность. Так, Нина Ивановна хочет, пожалуйста. Очень жаль, что вместо переработчиков... А по сухому молоку, конечно, белорусская продукция отличная, но, очевидно, через Белоруссию кто-то пропускает очень некачественную сухую молоку. Ну, это, в общем, это так. Вопрос у меня вот такой. Как перерабатывается Сыворотка в Беларуси? Я постараюсь вам ответить, я не сегодня вам отвечу, но я вам постараюсь ответить, как перерабатывается. Но хотел бы сказать еще одно, чтобы было понятно. Руководство района, областей, республик, министерства. У нас запрещено заниматься бизнесом. Поэтому бизнесом мы не занимаемся. У нас это карается всегда, чтобы у меня были акции какие-то. Я должен был на время ходить на данные должности и отдать на правильные государства. Поэтому завоз, о чем вы говорите, кто-то человек был в завозе. У нас его молока хватает, но слишком. От нас сухое молоко плохого рецепт не может. Да, да, да. И мы его не завозим. Нет, ну, еще, все знать не можете. Нет. Мне, значит, надо какие-то контакты, чтобы знать по ссылочке. А сухое молоко мне, в принципе, еще раз, я вам сказала, что... У нас завоз не работает с сухим молоко. Поэтому это я уже просто слышала. А интересно, вот по ссылочке, как перерабатывается? Хорошо. Так. Может быть, мы формат изменим. У нас сейчас есть процедура уже во времени перекусить. поскольку Нина Ивановна угостила продукцию. Продукция той, которая требует еще разкусить. Как продолжение. Да. Нет возражений? Да, там, если какие-то вопросы возникнут. Продолжим. Да. Да. Скорее, встаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ